Доброе утро, Ханука Самея. Такой чудесный праздник, номер один праздник. Но начнем с другого. Сегодня 25 кислева. Йорцат и Лула, великого раби Авраама Мардыхая Харари Рафула. Почему я решил о нем начать сегодня? Потому что сегодня еще и шаббат, что очень важно. Однажды в пятницу раби Авраам сказал своей семье, сегодня такие темные тучи, невозможно что-то увидеть. Они поняли, что он ослеп. И они хотели вызвать врача, чтобы его осмотреть. Но он сказал, что не надо. Написано в наших древних книгах каббалы, что те, кто потерял зрение, должны смотреть на чашу с наполненным вином кедуши, а на субботние свечи во время кедуши. Он так и сделал. И к утру зрение вернулось. Такая великая сила шаббата. Кроме Хануки, чтобы мы не забыли. У каждого человека есть, перейдем к нашей недельной главе. Есть в жизни тяжелые часы, когда ему кажется, что он потерялся в лабиринте жизни. Однако в различные моменты Творец посылает ему тут и там разные малейшие праздники, какие-то озарения, хорошие вещи. Цель которых намекнуть человеку, что он не один. Что Творец ведет его по этому лабиринту. Если человек сможет обратить внимание на эти озарения и понять намеки Творца, вся жизнь его превращается из темноты в большой свет. Сказано, всматривайся и в Хануку. Это тоже сегодня надо понять. Зачем нужна вот эта вот сороковая глава книги Брешит? Вообще непонятно. Любовический Рэбби объяснял, что тот, кто учит Иосиф, понял, что жизнь гораздо больше, чем он сам. Потому что никакого... Ну, идет какие-то перечисления событий. На самом деле важно здесь понять очень ключевую вещь. Ты не центр мира. Человек не должен быть зациклен на себя беспрерывно. Он не сосредоточен должен быть на жалости к себе. Не ослабеть, не зачахнуть в случае каких-то сложностей. А напротив, переступать через личную боль и идти. Главное, обращать еще внимание на то, что в мире происходит. Вокруг. Давайте попробуем встать на место Иосифа. Казалось бы, нет человека несчастнее его. Он одинокий заключенный, вырванный из семьи. Мать скончалась, отец в трауре. Братья вернулись рубашкой, пропитанной кровью. Сказали его, нет. Действительно, недостаточно. Давайте еще хозяйка дома, которая Иосифа оклеветала, его бросают в тюрьму. Пережив, это любой человек мог бы попасть, впасть в отчаяние. Но затем происходит нечто еще худшее. К нему бросают в камеру этих представителей власти. И Иосиф, они для него сосредоточения зла фараоновские. Однако события развивались не так. Встав утром, увидев, что соседи хмурятся, Иосиф по-дружески спросил, а чего вы такие печальные? Он знал, что мы несем ответственность за свое окружение. Ничего случайного не бывает. Там, где нет людей, старайся остаться человеком. Жизнь больше, чем я. И если Бог меня поместил в какую-то ситуацию, это место, возможно, нужно именно мне, для того, чтобы я помог себе и кому-то еще. Тора приводит нам подробнейший диалог Тора, который экономит каждое слово между Иосифом и царедворцами, чтобы показать, что он не просто отнесся поверхностно. А он серьезно спросил максимум внимания. Частный психолог был у них. Эту историю надо понимать еще шире. Какой момент стал поворотным в жизни Иосифа? На каком этапе поток его несчастья, свалившийся на голову, остановился? И начался другой возвышение? Как раз тот момент утром, когда Иосиф оглянулся и выразил сочувствие каким-то соседям. Это был момент, изменивший его судьбу. Была заложена основа для спасения от голода всего мира. От чего? От простого слова хорошего. Тора учит нас важнейшие вещи, ключевое, что человеку не дано предугадать, какое влияние на мир окажет одно проявление какого-то хорошего там характера или улыбка, пожелание доброго утра. Не важно, это может дать еще один шанс какой-то браку, кто-то простит детей, что-то будет. Потрясающие вещи происходят. Мы не видим этого. Не менее важно то, что, помогая другому человеку, вы делаете свою жизнь более значимой для себя и способствуете успеху всего мира. Мы все переплетены, мы гаранты друг друга. На иврите слово, как это, от слова меуровим, да, вовлеченные. Мы одна семья, весь мир одна семья. Как написано? Выводы сделаны Любавическим Рэбе из истории Иосифа. И о царедворце, особенно актуальном вот сейчас в Дне Хануки, мы не можем удовлетвориться только зажиганием ханукальных свечей у себя дома. Есть обязанность проявлять внимание к окружению. Это нетрудно, надо вовлечь. Никто не зажег, зайдите к нему, помогите, пригласите его, улыбнитесь кому-то. Сегодня накройте какой-то стол, сделайте маленький лыхайм, внесите каплю добра в мир, Ханука этого требует. И тем более, этого требует еще и шаббат. И сегодняшний день превратится в чудо. Браха вацлаха.